Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал лайками, подписками, оставляете свои комментарии, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня по просьбе моей подписчицы Ольги я сделаю расклад звено Ди-19, тайна пропавших самолетов. Причем это было пять самолетов, у них была программа, по которой они все вылетели, это была учебная программа, ну, тренировочная программа. Погодные условия были 5 декабря 1945 году довольно-таки неплохая. И вот исчезновение звена 19 считается, вот это происшествие, одним из самых странных, необычных, не только в истории авиации флота США, но и в истории всей мировой авиации. Был ли это феномен Бермудского треугольника, либо что-то там могло быть другое? Ну вот сейчас я посмотрю, что же все-таки там могло произойти? Посмотрите, почему исчезли, а, да, кстати, исчезли пять самолетов, и те два самолета, которые вылетели на их поиски, в итоге один тоже самолет, поисковик, также исчез бесследно. Ну вот сейчас я посмотрю, что же все-таки там могло произойти. Так, первое. Первое событие, которое повлияли на исчезновение всех пяти самолетов. События. Так, первая триада. Что вообще происходило 5 декабря в 1945 году на борту этих самолетов? Что там происходило между экипажем? Вот они общались, а там же был инструктор Тейлор, довольно-таки он высокий профессионал. Что между ними происходило? Был ли это человеческий фактор, да, и виновен ли на самом деле Тейлор в том, что произошло? Дальше. Главная причина все-таки исчезновения. Вот какая главная причина всех пяти самолетов? Ну, я рассматриваю именно звено 19. Я не буду здесь смотреть поисковик. Пока, во всяком случае, если мне нужно будет дополнение, я все-таки потом просмотрю, смотрю, куда исчез самолет, который вылетел, чтобы найти экипаж звено 19. Дальше. Возможно ли, что виной исчезновения являются более высокие технологии? Ну, внеземное, можно так сказать, да, разум, там что-то вот, что-то такое, да? Так, и где, где, где вообще самолеты? Где они? В каком они пространстве? Где они находятся? Так, на дне колоды у нас выпадает паш мечей. Ну, во-первых, это однозначно информация, секретная информация, сбор информации. И все-таки это такая, знаете, такая карта говорит о том, что все-таки это что-то вот много чего было засекречено во всей этой истории. Интересно получается. Давайте посмотрим первое, что у нас выпадает, выходит, да? Так, знаете, что я вижу здесь? Во-первых, как с самого начала какая-то вот такая непонятная ситуация, какое-то такое вот балансирование. Да, может быть, сам-то по себе и день-то было неплохой, но... Ну, вот сама вот эта вот программа тренировочная была, возможно, назначена не в самый подходящий день, но не из-за погоды. Вот какая-то идет цикличность. Дальше идет урок связи между духовным и материальным миром. Вот, знаете, здесь все равно есть элемент показухи. А, возможно, как-то расслабились. Вот еще я вижу, что необходим был отдых. То есть вообще как бы какой-то перерыв. И что-то как будто нужна была какая-то как показуха. И потом, я хочу сказать, здесь есть зацикленность на тренировках. Понимаете? И небрежность со стороны все равно кого-то. Возможно, вот как раз-таки Тейлор этот мог, ну, возможно, переусердствовать что-то вот. Так, давайте дальше. Что между ними-то происходило? Вот смотрите, король Пентаклей. Да, конечно, они слушают своего командира. В первую очередь. А дальше что происходило? Слушать-то они слушали. Но самое главное. Идет потеря связи с землей, неопределенность. И они начинают нервничать. Экипажи начинают, люди начинают нервничать. Идет какая-то серьезная поломка. Вот авторитетный человек все-таки пытается держать власть только в своих руках, считая себя самым умным. Но все затрудняется. Путь затруднен. Вот ошибка. Вот что-то неизбежное происходит. Идет вот полет на ощупь. Иду туда, не зная куда. Вот честно, они не знали вообще, куда они летели. Вот я вижу это так. Так, это человеческий фактор. Давайте посмотрим, что это. Это человеческий фактор. Ох, эмоции через край. Но смотрите, эмоции, эмоции через край идут. Неуравновешенность, неадекватность. Вот неадекватная оценка вообще, как вот ситуация. Вообще что-то непонятное творится. Опасность. Напряжение. Отсутствие понимания вообще, что происходит. Понимаете? Здесь идет человеческий фактор. Ну, а также я могу сказать, влияние извне. Как будто что-то на людей оказывается какое-то... Какое-то влияние. Давайте спрошу, что это было? Какое влияние оказывалось на экипаж? Что с ними происходило? Да, хорошо. Человеческий фактор. Мы знаем, что это паника, страх, конечно. А что происходило? Почему они так растерялись? Ведь инструктор был очень опытным человеком. Что происходило? Что происходило с ними? Слушайте, вообще идет какая-то дьявольщина. Вот смотрите. Они все старались выполнить так, как положено в инструкции. Причем у них мастерство было у всех отточено. Но они попали в зависящую ситуацию, в которой они доселе никогда не были. И здесь идет огромная мощная энергия, которая уже... Я вижу, что это потусторонняя энергия. Дьявол и повешенный. Это, понимаете, это огромное идет как жертва и влияние чего-то, чего-то неопознанного, чего-то... Вот они даже не понимали, что это вообще такое, что с ними такое происходит, что это вообще. Они не понимали. Я вижу это так. Здесь не только человеческий фактор. Нет. Здесь идет влияние извне, как какая-то огромная энергия, огромная сила, которая неизвестна. Но, вы знаете, у меня все-таки складывается впечатление, что это может быть как какой-то портал в воздушном пространстве. Но я вижу это так, вот на самом деле. Так, дальше. Причина исчезновения. Причина исчезновения всех пяти самолетов. Потери, в первую очередь, с землей идет. Вообще, потери ориентира. Вот какие-то непредвиденные события. Ну, потому что они попали в какую-то такую ситуацию. Мало того, что, во-первых, это вообще, я хочу сказать, у них было какое-то секретное задание. Что-то они там недоговаривают. Что-то они там недоговаривают. И вот вообще что-то такое было, как неопознанное. Какое-то вот... То, что не принадлежит земле. То, что не принадлежит земной энергии. Ну, и также могу сказать, что они, конечно, зависели от мнения тренера, командира. А тот мог... Он сконцентрировался на каких-то деталях, а чего-то важное мог упустить. Ну, давайте посмотрю. Высокие технологии. Может быть, это НЛО. Так, карта ШУТ. Ну, навряд ли это НЛО. Так. Нет, ребят. Здесь что-то очень жуткое произошло. Я могу сказать, даже если это и... Ну, это как идет, как преступление. Понимаете? По правосудию перевернутому. ШУТ. Правосудие. Все три аркана. Да, могу так сказать. Это могли быть... Сначала-то я увидела только ШУТа, а потом здесь... Это могли быть какие-то засекреченные высокие технологии, но это все равно что-то связано с необъяснимым. Здесь у меня идет отрицательная именно энергия. Мало того, что они могли попасть в портал в воздушном пространстве, но что-то, кто-то же руководит этим порталом. И причем я здесь вижу мощную темную энергию. Это идет мощная темная энергия. Знаете, перед исчезновением, возможно, могло быть какое-то напряжение электрического поля или что-то вот... Что-то вот... То, что... Это не молния даже. Это что-то другое. Поэтому, конечно же, по тузу кубков они испугались и были напуганы. И даже сам командир в итоге не понял ничего, что же происходит. Куда исчезли? Ну, пятерка мечей перевернутая, четверка жезла перевернутая. Во-первых, перед исчезновением было на них оказано, во-первых, влияние какое-то, потому что потом идет карта перевернутая. Я все-таки это могу сказать. Это что-то необъяснимое. Это огромная-огромная энергия. Ну, давайте посмотрю, связано ли это с Бермудским треугольником или это все-таки... Связано ли это как-то с Бермудским треугольником? так связано ли это как-то с бермудским треугольником вот энергия очень похоже энергии очень похожи именно вот как где в бермудском треугольнике ну как-то пропадают до корабли пропадали вы знаете и самолеты корабли вы знаете я считаю что я считаю что в воздушном пространстве был открыт портал однозначно но это были это были темные энергии прям темные темные энергии но экипаж погиб я не вижу экипаж мог погибнуть а самолеты попали в другую сам по себе экипаж погиб люди погибли насколько мне известно там было 14 человек я вижу это так это необъяснимо то есть можно было бы сказать да что они потерпели крушение их нужно искать на дне океана нет они не на дне океана они попали в другое измерение и там совершенно другая энергия и я вижу что это именно энергия сгустки прям негативной энергии ну я вижу что это могут параллельный мир но тот кто это сделал да вот есть вот знаете можно так сказать есть белые воины да параллельных мирах светлые воины а есть воина тьмы я вот вижу что это воина тьмы и захватили шесть самолетов один который был поисковик опять было бомбардировщик бомбардировщиков но у них было секретное задание вообще как-то много здесь что-то засекречено что то есть здесь засекречена какая-то информация которая и которая пока не разглашается и они даже возможно согласно с моей теорией которую я вижу сейчас через карты таро но они ее держат в секрете если к данному раскладу у вас есть комментарии напишите пожалуйста берегите своих детей берегите себя всего доброго